Здравствуйте! В эфире новостная служба Центрального Азиатского телевидения в студии Андрея Рябченко и сегодня в программе. На Кыргызстан обрушился шквальный ветер, валивший деревья и сносивший крыши домов. Есть жертвы. В Таджикистан прибыл генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пангимун. Противостояние Ташкента с Бишкеком и Душанбе по водным вопросам. Эксперты о путях преодоления водного и энергетического кризиса. В Астане начинает работу Пятый съезд лидеров мировых и традиционных религий. Накануне встречи Пангимуна и Ислама Каримова из Узбекистана все чаще приходят факты о нарушениях прав людей. Накануне вечером на Бишкек и Чуйскую область Кыргызстана обрушился шквальный ветер, порывы которого достигали 25-35 метров в секунду. За считанные минуты было повалено около 60 деревьев, уничтожено 9 автомобилей, снесены крыши домов и сорваны рекламные щиты. Одно упавшее дерево упало на девочку, которая набирала воду из пруда. Ребенок погиб. Также упавшее дерево придавило 74-летнего мужчину, который скончался на месте. В городе почти всю ночь не было света, не работали лифты, нарушена телефонная связь. Три вырванных дерева упарены жилые дома, к счастью, никто не пострадал. Городская мэрия создала оперативный штаб по ликвидации последствий ночного урагана. Пока муниципалитет не назвал сумму убытков, которые принесены не только городу, но и людям. У многих частных домов снесены крыши и разбиты окна. Этот же ветер прокатился и по соседней Таласской области, также снеся крышу одной из школ и ряды домов. Досталось и соседней Алмате, расположенной в 200 километрах от Бишкека. В городе наблюдаются локальные наводнения, на дорогах произошел ряд ДТП, также поварены деревья. Сведений о пострадавших пока нет. Одновременно с этим на юге Кыргызстана ливневые дожди спровоцировали сход селевых потоков. Разбыта часть дороги между городами Исфана и Кулунду. Несколько высокогорных сел пострадали от наводнений и селей. В районы бедствия направлена гуманитарная помощь, горючие смазочные материалы, теплая одежда, палатки. И вчера же, только днем, на одной из центральных улиц Бишкека произошел аварийный прорыв канализационной трубы. Фонтан нечистот был такой силы, что достигал верхних квартир многоэтажного дома. В результате четыре квартиры оказались затоплены, еще в четырех выбиты стекла. Основной удар канализации пришелся по расположенным на первых этажах магазинах бытовой техники, мебели и продуктов. Предварительный ущерб, озвученный предпринимателями, составляет по меньшей мере 300 тысяч долларов. Также под строю попали четыре припаркованных автомобиля. Мэрия Бишкека отметила, что выплачивать компенсации будет Бишкек-теплосеть. Оказалось, что коммунальщики проводили испытательные работы, подали высокое давление в трубу, которую не выдержала и сфонтанировала. Сегодня в Душанбе стартовала конференция высокого уровня по подведению итогов международного десятилетия действий «Вода для жизни» 2005-2015 годов. В мероприятии принимает участие представители 100 стран мира, а также генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пангимун и руководители ряда известных мировых институтов. Более полутора тысяч участников из 100 стран мира из всех регионов, представляющих правительство, институты ООН, международные региональные организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны прибывают в Таджикистан для участия в конференции. В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь ООН, премьер-министры Пакистана, Афганистана, Кыргызстана и Габона. Пожалуй, самый высокий гость Пангимун уже прибыл в Душанбе. В аэропорту его встретил министр иностранных дел Таджикистана. Из воздушной гавани глава ООН направился на встречу с Имамали Рахмоном, а после отправится осматривать прорывоопасное Сарецкое озеро. Основная цель конференции – дать оценку достигнутому прогрессу при осуществлении целей десятилетия и определить дальнейшие усилия по обеспечению устойчивого развития водных ресурсов. Между тем, уже накануне стало понятно, как много нерешенных проблем с водой остается в Центрально-Азиатском регионе. Прибывающие в Душанбе премьер-министры Афганистана и Кыргызстана в первую очередь заявляли о проблемах с поставками электроэнергии. Для Афганистана очень важным остается реализация проекта ЦАСА-1000, то есть импорта электроэнергии с Таджикистана в Афганистан и Пакистан, которые не имеют собственных водных ресурсов, годных для постройки крупных газ. Душанбе согласен поставлять энергию, однако строительство Рагунской ГЭС ведется чрезвычайно медленно из-за принципиальных возражений Ташкента, заявляющего, что гигантская ГЭС повредит экологию всего региона. Энергетический кризис наблюдается и в соседней Киргизии, которая традиционно поставляла энергию, однако последние годы закупает ее у Таджикистана и Казахстана. Построенный в советское время ГЭС уже не справляется с нагрузками, а начавшиеся возведения совместно с Россией новых ГЭС Камбраты-1 и Верхненарынского каскада четырех электростанций заморожены на неопределенное время. Причина этому опять разногласия с Ташкентом, который также категорически возражает против новых крупных ГЭС в Киргизии, и Москва в контексте этого приостановила строительство новых киргизских ГЭС, не желая конфронтации с Ташкентом. Возможно ли достигнуть компромисса в очень сложной ситуации, который бы мог удовлетворить все стороны? Мнение директора аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева. Компромисс возможен, потому что, собственно говоря, в советское время вопрос уже был решен, потому что схема, по которой он должен быть решен, достаточно очевидна. И эта схема справедливая. Речь идет о том, что страны, которые расположены выше по течению рек, предоставляют свою воду странам, которые расположены ниже по течению рек, прежде всего Узбекистану. А в свою очередь страны, которые решат выше по течению рек, то есть Таджикистан и Кыргызстан, получают электроэнергию. Особенно в те периоды, в которых им электроэнергии не хватает. Это зимой. Но проблема заключается в том, что на пути у этого справедливого решения, которое, я повторяю, уже было осуществлено в советский период, лежит просто серьезные разногласия между странами, которые не хотят друг другу ни в чем уступать. Сами по себе страны, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, эту проблему не решат. Потому что тут, кроме вот этих разногласий юридических, есть и политические разногласия, есть и межличностные конфликты между президентами, особенно вот Узбекистан и Таджикистаном. Поэтому вот необходимы усилия всего международного сообщества, чтобы помирить как-то и дать дополнительные средства, которые бы позволили решить эту проблему. Открывая конференцию, президент Таджикистана Мамали Рахмон обрисовал весьма нерадушные перспективы будущего, отметив, что население региона, которое составляло чуть больше 20 миллионов человек в 1956 году, теперь выросло до 65 миллионов человек. В результате, если в начале 60-х годов прошлого века регион потреблял около 60 кубических километров воды в год, то сегодня этот показатель достиг более 110 кубокилометров в год. Согласно имеющимся оценкам, в 2030 году рост водопотребления в Центральной Азии увеличится еще на 15-20%. В связи с этим, Мамали Рахмон предложил продлить водную декаду еще на десятилетие до 2025 года. Далее, коротко о ключевых событиях в Центральной Азии. На западе Таджикистана, в районе Рудаке, три сестры, находившиеся во дворе собственного дома, погибли от удара молнии. Две из них скончались на месте, третьи по прибытии в больницу. И вчера же в соседнем Яванском районе погибла 7-летняя девочка, которая вместе с подружкой игралась под холмом. Сорвавшаяся земля придавила обеих, но одну девочку удалось спасти. Сотрудники российского Россельхознадзора на приграничных пунктах завернули 11 из 14 большегрузов со свежими фруктами и овощами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Перевозчики не смогли предоставить фитосанитарные сертификаты страны-отправителя на 76 тонн томатов, моркови, белокочанной капусты, яблок, 25 тонн слив, 9 тонн абрикосов, а также 20 тонн пшеничной муки, 20 тонн пшеницы и 55 тонн пшеничных отрубин. Объемы торговли на крупнейшем рынке Кыргызстана Дордои снизились на 80%. Профсоюз рынка называет причиной этого затягивания процесса вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Некоторые из торговцев перед вступлением в ЕС запасшиеся объем товара в 2-3 раза больше обычного заявляют, что находятся на грани банкротства, так как по заверению властей республика должна была войти в союз уже к 9 мая. В казахском Шемкенте сотрудники роддома продавали новорожденных, от которых отказались матери, за 3 тысячи долларов. Для них находились семьи, которые по различным причинам не могли иметь детей и готовы были заплатить от 1 до 3 тысяч долларов за ребенка. При этом на усыновительницу оформлялись документы о том, что она родила в перинатальном центре. Уже выявлено более 10 подобных фактов, но, как признают сотрудники прокуратуры, эта цифра может значительно увеличиться. Продолжаем выпуск. Из Таджикистана генеральный секретарь Организации Объединенных Наций направится в Астану, где примет участие в Пятом съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также встретится с Нурсултаном Назарбаевым. 80 делегаций из 42 стран мира приводят в Казахстан, чтобы обсудить вопросы ответственности религиозных и политических лидеров перед человечеством, влияние религии на молодежь, а также новые тенденции и перспективы взаимодействия религии и политики. Пока неизвестно, примет ли участие во встрече патриарх московский в Сеаруси Кирилл, однако точно известно, что папа Римский Франциск в Астану не прибудет. Между тем, сегодня, открывая предварительный секретариат съезда религиозных лидеров, спикер Сената парламента Казахстана Касым Жомар Такаев заявил, что Нурсултан Назарбаев во время предстоящего съезда сделает очень серьезное заявление. Мы попытались предугадать, о чем идет речь, а также поговорили с экспертом о том, какие главные проблемы у диалога мира светского и религиозного, и как это отражается на Центральной Азии. Интервью казахского политолога Рустама Бурнашева. Ну, очевидно, что заявление, которое сделает Назарбаев, я не могу знать, о чем он будет говорить, и даже догадываться не могу, поскольку здесь вариативность очень большая, и я считаю, что гадать в Косте не имеет смысла. А вот мероприятие съезд, как он называется, официально съезд лидеров мировых религий, он проходит уже не первый раз, это достаточно регулярное мероприятие, и для Казахстана уже в последние годы оно стало, ну, в общем-то, таким, с одной стороны брендовым, а с другой стороны, ну, обычным мероприятием. Поэтому я, например, не... Ну, опять-таки, возвращаясь к первому вашему вопросу, мне сложно предположить, о чем там можно заявить в таком формате, как об этом заявил господин Таркаев. Тем временем, накануне интригующей встречи генерального секретаря ООН и Ислама Каримова, правление которого многие эксперты называют одним из жесточайших в мире, из Узбекистана доносятся слухи об очередных нарушениях прав человека. В Ташкенте на городском базаре Куйлюк правоохранительные органы устроили облаву на женщин в хиджабах. По свидетельству источника Азадлика, женщин в платках хватают и заталкивают в автозаки, после чего привозят в отделение милиции. Те девушки, что согласились снять хиджаб, отпускаются после небольшой беседы. Однако женщины, не желающие лишаться головного убора, остаются в отделении. С ними разговаривают представители отдела по борьбе с терроризмом, вызываются их мужья и отцы, которые должны повлиять на нерадивых с точки зрения властей женщин. Ранее аналогичные действия происходили в городах Кокант и Маргела. В эфире мы уже сообщали, что в некоторых больницах узбекского Намангана с пациентом и врачей администрации начала собирать деньги на ремонт больницы, так как средств, выделяемых бюджетом, не хватает. После того, как СМИ огласили инициативу местных властей, администрация больницы вызвала врачей и строго-настрого запретила говорить им о сборах, показав неких людей, которые якобы являются спонсорами, за чей счет и идет ремонт. На вопрос врачей, будет ли им возвращены внесенные на ремонт деньги, глава больницы посетовала, что все они уже давно потрачены. Азадлику также удалось выяснить, что для того, чтобы купить иностранную валюту в банках Узбекистана, необходимо отстоять многомесячную очередь, что противоречит официальному заявлению семи крупнейших банков республики о свободной покупке валюты. Анонимно позвонив в банки, журналисты выяснили, что если сейчас подать заявку на обмен долларов, то в ноябре очередь как раз подойдет. Это были новости Центральной Азии. Мы желаем вам получать только хорошее известие. До свидания.